Диана Лапкис, директор программы Нью-Дор Рига. Здравствуйте. Ирина Рубинчик, выпускница этой программы, руководитель организации Gluten Free Experts и представитель социального бизнеса. Доброе утро. Доброе утро. Итак, начнем с того, что же такое Нью-Дор Рига. Что это за программа? Нью-Дор Рига – это программа по развитию социального предпринимательства. Первая в Прибалтике и в Риге, которая централизуется именно в Риге. И в этом году уже начинает свой второй год. То есть в прошлом году мы уже выпустили 10 социальных предпринимателей. И надеемся, что этот год будет не менее успешным. Тогда, значит, вытекающий из этого логичный вопрос, наверное, что такое социальное предпринимательство? Есть ли оно в Латвии у нас? Социальное предпринимательство до сих пор – это вопрос, который волнует многих, и нет конкретного на это ответа. Но это можно назвать благотворительность, долгосрочную благотворительность. То есть это что-то, что добро, которое люди делают другим, это улучшение, решение социальных проблем в обществе и то же самое время предпринимательство. То есть если человек хочет решить какую-то проблему в обществе, но в то же самое время ему надо на что-то жить, то он это соединяет в социальное предпринимательство. То есть это не значит, что вот компания исключительно благотворительностью занимается и не зарабатывает. То есть компания может и зарабатывать, и одновременно нести, так сказать, добро в мир, да, таким образом. Я так понимаю, что Ирина вот как раз представитель такой компании, или вы исключительно благотворительная организация, вот gluten-free experts. Gluten-free experts, да. Статус этой организации – это общественная организация, то есть по-латышски бьедриба. И наша аудитория, те, для кого мы работаем, это люди больные целиакией. То есть это такое заболевание, когда люди не могут кушать всё, что содержит муку, глютен, то есть зерновые. И, соответственно, они очень ограничены в выборе вообще любых пищевых продуктов, и вся их жизнь очень осложнена тем, что они практически не могут кушать вне дома, где-то в общественных местах. Мы эту ситуацию хотим улучшить. Я видела, в магазине есть же продукты уже, да? Раньше не было такого, что это тоже ваша заслуга? Ну, можно сказать, что да, потому что я этим направлением занимаюсь уже много лет, и на самом деле действительно удалось информацию об этой заболевании донести до торговцев, до бизнесменов, которые действительно продают эти продукты. Но продукты к нам приходят из-за границы, и это в основном итальянские, германские или польские производители. Мы хотим добиться, чтобы такие продукты могли производить и латвийские производители. Они заинтересованы в этом? Вы уже говорили с кем-нибудь? Да, конечно. Мы чуть-чуть поговорим на эту тему, поскольку уже так зацепились. Давайте расскажите нам, пожалуйста, вот с кем вы, может быть, уже общались на эту тему, чтобы делать безглютеновые продукты. Это очень важно, потому что на самом деле вот Ирина занимается таким важным делом. Ну, вот насколько мне известно, я читала тоже на эту тему много, и мне кажется, что у нас очень многие люди вообще не подозревают, что у них даже аллергия на глютен может быть. Ну, да, это, наверное, медицинский такой вопрос, и действительно, по научным подсчетам одна десятая часть из всех возможных пациентов вообще диагностирована. Но да, в связи с тем, что в последние годы все больше информации на эту тему появляется, производители, а также и кафе, и рестораны очень заинтересовались этой новой нишей бизнеса, и, в общем-то, уже начали зарабатывать на этом, скажем прямо. Однако тут нужно сказать, что это, наверное, не так просто, как кажется, вот просто предлагать блюдо без муки. Нужно все-таки знать достаточно большой список требований, которые нужно соблюдать, чтобы приготовить это блюдо действительно чистым и очищенным от глютена, потому что мельчайшее количество, невидимое глазу количество муки вызывает аутоиммунную реакцию в организме такого больного человека. Поэтому мы призываем уже всех тех, кто предлагает безглютеновые блюда или продукцию к ответственности, мы даем им на данном этапе информацию о том, что можно пройти сертификацию, то есть это пищевой аудит. Мы работаем с профессиональными аудиторами, которые такой аудит проведут на предприятии, и дальше мы присуждаем торговый знак, который подтверждает, что это действительно чистая продукция, 100% безопасная для больных. Мы продолжим тему после звонка. Пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Более слово беспокоит. Вы знаете, я бы хотел все-таки вернуться к теме, наверное, социальный бизнес. Да, конечно. А вот вы знаете, после того, что рассказали девушки, вы мне напоминаете такую замечательную организацию, как АКАЛА. То есть вы как-то создаете искусственное потребление, вернее, спрос на ваши услуги. Пускай это глютен, пускай это красиво. И потом вы ходите и говорите, если вы не повесите значок, то вы плохой, и мы об этом расскажем. Так ли это? Спасибо. Да, если вопрос нет. Прокомментируйте. Да, можно? Нет. Ну, вам, да, как, скажем, представители вот этой глютен-фри эксперты, но, может быть, и потом и Диана прокомментируйте. Да, если идёт сравнение с организацией АКАЛА, которая взимает плату за лицензию на авторские работы, то тут, я хотела бы сказать, речь не идёт о здоровье людей и о добровольном каком-то, так сказать, выборе музыки или других авторских работ. Здесь же, в случае глютена, речь идёт о здоровье и о безопасности жизни этих пациентов, потому что целиакия, если её не лечить и не находиться на безглютеновой диете, приводит к раковым заболеваниям, это доказано. И дети, у которых есть целиакия, которые не соблюдают диету или же постоянно к ним в еду попадает вот это мельчайшее количество муки, постоянно болеют, они находятся в больницах. Это очень серьёзные вещи. Может быть, многие родители не подозревают, что это из-за этого, да? Да, конечно, но это тоже, это другая проблема, может быть, тоже стоит её обсуждать и с медиками в том числе, но это большая проблема, и на самом деле мы сотрудничаем с международными партнёрами, с итальянской ассоциацией, с финской, норвежской и шведской ассоциациями целиаки, и мы опираемся на их опыт, который уже с 1970 года, в общем-то, занимаются этими вопросами. То есть вы не шантажируете тех, кто отказывается ставить значок на свои продукты, как подозревал наш радиослушатель? Нет, конечно, нет. Мне трудно представить, что наши девушки могут кого-то шантажировать, но слушателям, конечно, виднее. Ещё звонок примем, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Тема, конечно, интересная. А можно поподробнее? Про социальный бизнес, да? Нет, 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 именно про самый вредный ингредиент глютен. Дело в том, что не секрет, что в продуктах, которые мы употребляем, кроме глютена, куча всего ещё. И, образно говоря, отказавшись от глютена, два варианта. Либо мы будем травиться тем, что есть кроме него, либо производитель вместо глютена будет пихать какую-то другую гадость, которая будет по-другому обзываться. Вот можно поподробнее? Что такое глютен, как он действует на организм, и как с ним бороться? Спасибо. Как-то мы в медицину-то уходим. Давайте всё-таки расскажем, я думаю, да. И раз такой интерес, то я думаю, что Ирину мы пригласим обязательно в рамках другой программы поговорить вот об этой проблеме, если вы не против, Ирина, да? Да, конечно. Вот. А сейчас коротко, может быть, расскажите тоже, и потом мы после уже перерыва на новости перейдём опять к социальным предприятиям, которые тоже хотим обсудить. Да, очень коротко. Глютен – это белок, который содержится в пшенице, ржи и ячмени. И этот белок токсичен только для тех людей, у кого есть особый ген, так сказать, отвечающий за целиакию. Только у людей вот с этой генетической предрасположенностью есть возможность, что у них разовьётся эта болезнь, а может быть, и даже не разовьётся. Это примерно 1% от населения. Все остальные люди могут спокойно употреблять все эти зерновые продукты, у них ничего страшного не случится. Ну, тогда продолжим ещё немножко о социальном бизнесе. Около 80 компаний в Латвии работают в соответствии с принципами вот такого социального предпринимательства. Что это значит? Это значит, что компания, во-первых, заботится о своих работниках или также, например, о окружающей среде. Могу привести пример, я думаю, это будет больше всего понятно. Например, предприятие «Луда», которое также является выпускниками нашей программы «Нью-Дор». У них работают пенсионеры, которые уже закончили свою деятельность, и негде податься, и некуда податься, и они перерабатывают старую одежду, делают из них ковры, и таким образом, то есть у них получается… Плетут, да, вот эти коврики такие, да-да-да. Плетут ковры, и таким образом у них получается два социальных аспекта. Они дают работу пенсионерам, и также идёт переработка вот этого старого материала. Пенсионеры что-то зарабатывают? Да, безусловно, зарабатывают. То есть у них есть пенсионеры, которые… Это женщины на данный момент, но вот появился уже первый мужчина, и, наверное, после обучения будет уже… Будет смешанный коллектив, что тоже позитивно. То есть эти женщины, они выходят из дома, то есть это у них и общение, и заработок, и интерес, то есть они уже стали подругами, у них одна большая семья. И то, что интересно, за границей люди предпочитают покупать именно такую продукцию, у Луды есть покупатели за границей именно потому, что это предприятие социальное. То есть если у кого-то идёт выбор, какой же ковёр я куплю до своего дома, то они дают предпочтение именно Луды. Откуда, я не знаю, там указано как-то? Да, конечно. На товарах, да? На товарах нет. Это, кстати, интересная тема, что указывать на товарах, так что социальные предприниматели это произвёл. Так же, как вот указывается, что там значок, что там без глютена или что это местный продукт или ещё что-то? Да, пока нет. Но на сайте, да, безусловно, у них есть свой сайт, страничка на Фейсбуке, там об этом говорится. И люди становятся больше социально ответственными и предпочитают покупать именно такую продукцию. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Мы сегодня говорим о социальном предпринимательстве с Дианой Лапки, с директором программы New Door Riga и Ириной Рубинчик, выпускницей этой программы и руководителем организации Gluten Free Experts и представителем социального бизнеса. Вот что же такое социальный бизнес? Мы начали приводить примеры в прошлой части. Давайте продолжим. Что ещё у нас есть? Вот про коврики мы рассказали. Такие ещё есть вот наши лазерские социальные предприятия. Речь идёт не только о товарах, но и об услугах, как мы понимаем. Это же можно, да. Это могут быть услуги, например, это могут быть также предприятия, которые каким-то образом связаны с хай-теком. Пока в Латвии немного таких примеров, но вот у нас есть два выпускника, один из них планирует создать информационно-технологическую платформу для людей с особенными потребностями, то есть создать интернет-платформу для инвалидов, которые приезжают на экскурсию в Ригу, в Латвию, и чтобы там была возможность найти все места, доступные именно для таких людей. И чтобы они приезжали с семьями и так далее. Единственная, конечно, проблема в Латвии, что государство пока не выделило на это средства. На что именно? На эту программу? Не на программу, а для того, чтобы человек с ограниченными возможностями мог посетить Ригу или Юрмалу, не хватает именно доступа, не хватает вот этих вот дорожек. Но у нас человек с ограниченными возможностями даже на электричку не сядет, по желанию. Да, с большими высокими этими. Даже с неограниченными возможностями иногда не может забраться на эти ступеньки. Что уж там говорить об инвалидах. Да, это очень проект позитивный, и его поддерживают. Но проблема в том, что пока это все на уровне государственном будет решаться, конечно, это возьмет время. А вообще, насколько государственная поддержка пользуются вот эти социальные предприятия? Потому что есть такое впечатление, что они работают даже, может быть, себе в убыток, но зато моральное удовлетворение, что вот мы какую-то полезную функцию выполняем. Да, это правда. Многие предприятия первые года работают в убыток. И только через несколько лет окупаются. И вообще начинают зарабатывать. На примере, который наша программа приводит, например, из Израиля и Европы, Америки, мы хотим научить, что социальный бизнес может зарабатывать. Но в Латвии на данный момент это очень сложно. Касательно законодательства, например, Министерство благосостояния, Ирина, может быть, может добавить, сейчас разрабатывает проект. Но не всегда закон, он идет в пользу такого предпринимателя. То есть, на примере других стран, то, что считается более позитивным, это учиться, например, нескольких лет и потом создавать закон. Да, налоговые льготы, это приветствуется. Но какие-то ограничения, которые будут в законе, они могут сделать даже хуже новому предпринимателю. Есть фонды европейские, которые мы ожидаем, и на которые наверняка социальный предприниматель сможет подать заявки. Такая помощь, мы надеемся, будет. С другой стороны, нас, например, поддерживает отдел благосостояния Рижской думы. И они очень позитивно, хорошо относятся к таким проектам. И мы надеемся, что в будущем будет от них еще больше поддержки. То есть, они вас поддерживают сейчас морально или материально? На данный момент морально. Но, может быть, в будущем это изменится. Но их поддержка моральная, она тоже очень немалая. А в чем выражается моральная поддержка со стороны государственных или муниципальных предприятий? То, что они говорят вам, все хорошо, ребята, давайте, молодцы. Или облегчают вам, скажем, доступ к каким-то там, ну не знаю, другим институциям, там что-то вот такое. Или какое-нибудь оформление. Да, именно то, что вы сказали последнее, да, доступ к нужным институциям. Также они нам предоставляют людей, которые помогают проекту. Это волонтеров или своих оплачиваемых работников? Волонтеров, да, безусловно. И тоже людей, которым интересно как участникам участвовать в нашей программе. То есть, люди, которые делают социальные проекты и, может быть, на данный момент не предполагают, что их проект может быть социальным бизнесом. Да, то есть, может каким-то образом зарабатывать. И в этом, да, они помогают. И то, что важно тоже отметить, что в нашем проекте работали в прошлом году 45 волонтеров. Это людей из бизнес-среды, из разных общественных организаций. И именно эта поддержка очень помогла. А что они делали, вот эти 45 человек? Они помогали каждому участнику индивидуально. То есть, к каждому участнику был прикреплен один ментор. Например, вот просто приведите пример, что вот, ну, какой-нибудь один участник, кому-то он прикреплен, что он мог делать? Я думаю, может быть, мы спросим, да, Ирину как участника, что ей это дало. Ирина, у вас тоже волонтер был, да? Да, как бы добровольный ментор, который я… Такие названия серьезные. То есть, человек, который действительно оказывает какую-то поддержку. Да, по программе, может быть, я должна сказать, что я чувствовала себя как студент, с одной стороны. Мы действительно слушали очень ценные бизнес-лекции. Нам давали практические знания, нас обучали, как написать бизнес-план, как составить бюджет, финансовые планы, маркетинг-планы. Это все очень важно. Как вообще сделать, например, профессиональную презентацию для продажи своей услуги, например, или продажи вообще своей идеи. Это действительно очень ценные знания, которые мы получили. И также менторы, то есть наши наставники, вот русское, наверное, слово. Мы с ними постоянно общаемся. Например, я, прежде чем послать какой-то документ или предложение производителям, посылаю этот документ ментору, и мы вместе его обсуждаем, что можно улучшить, и как со стороны это смотрится. Напомню, что у нас в гостях сегодня Диана Лапкис, директор программы «Нью Дор Рига» и Ирина Рубинчик, выпускница этой программы. Говорим о социальном предпринимательстве. Конечно, нас больше интересует Латвия. Ну вот, может быть, и есть еще какие-то примеры. Вот мы видели, вы рассказали нам о предприятии «Луды». Это пожилые люди задействованы, да, в плетении ковров. Еще я знаю, что есть что-то делают мамочки молодые. Да, это предприятие называется «Маму». В нем работают молодые мамочки из полных или неполных семей. И то, что им предоставляется, это нянечка для их ребенка. То есть они могут работать… На это время, пока они работают. Да, на это время. У них гибкий график. Они придут дизайнерские… Нет, извините, я уже перепутала слово. Да, они шьют шарфы дизайнерские. И эти шарфы продаются не только в Латвии, но и за границей. Как я уже говорила, из-за того, что люди в Европе более социально ответственные становятся, у них экспорт происходит очень хорошо. А если шарф я не умею шить, например, то я не попаду в эту программу? То, что важно в социальном бизнесе, так же, как в Луде обучают пожилых женщин обретению ковров, и они не приходят туда уже с навыками, да, так же и в Маму обучают. Везде есть обучение, да. Еще какие-то, может быть, примеры вы приведете? Есть общество самаритян, если известно такое общество. По-моему, да, хорошо известно в Латвии. Да, которое тоже помогает людям с ограниченными возможностями. И это тоже социальный бизнес. А почему называется бизнес-акселератор? Что это значит? Акселератор – это слово, конечно, иностранное. То есть мы это называем программа по развитию социального предпринимательства. Так, может быть, правильнее по-русски, да. Хотя иногда люди говорят, акселератор – это что-то, что ускоряет. То есть, может быть, с одной стороны сказать, что ускорить возможность наших участников свою идею воплотить в реальность. Дать им эти инструменты, бизнес-инструменты, о которых уже говорила Ирина. Но самое важное – это, конечно, общение с людьми, которые уже в этой среде, и поддержку. То есть мы не бросаем наших участников и после проекта. Мы с ними на связи, мы помогаем, каким можем образом продвигать их проект. То есть мы делимся контактами и всем, чем можем. Пишут нам в видеочате, социальный бизнес – это как рок против наркотиков? Не знаю, о чем вас заподобрили. Ну, в общем, получается, что наше государство особо не помогает. Нет там никаких льгот, привилегий каких-то, нет? Ирина, вы общались наверняка в процессе создания своего предприятия с государственными структурами. Расскажите о своем вопросе. Самая последняя информация, о которой я владею, это то, что Министерство благосостояния разрабатывает проект закона о социальном бизнесе. И на данный момент они думают и решают, и советуются с негосударственными организациями, например, Латвия Спилосуниска Альянса, какой же статус дать социальному бизнесу, какому-то предприятию, которое будет социально направленное, а также будет иметь оборот, как нормальная фирма и так далее. Это будет СИА, так называемая, то есть Общество с ограниченной ответственностью, или же это будет общественная организация. А как с этим в других странах, в Европе, в той же Америке, там еще где? Как там зарегистрированы такие предприятия? Если государство идет на встречу с такими предприятиями, как это помогает? Я могу сказать, например, Израиля, так как наша программа, она создана организацией из Израиля, это еврейское агентство, и Present Tense, организация, которая именно помогает развитию социального бизнеса в Израиле и в Америке, теперь вот вышла на Европу через Ригу. И в Израиле, да, там есть законодательство, но оно не было создано сразу. Это было через несколько лет, как я уже прежде говорила, после того, как уже были социальные предприятия, и там есть возможность каждый год вносить изменения в такой закон, что является позитивным для тех же социальных предпринимателей. Но все-таки вот как именно регистрироваться предприятие? Там тоже как СИА или как что? Это может быть и... И как не государственная организация, и как все это же, да? Да, это может быть и то, и то, да. Но есть же какие-то, видимо, налоговые льготы или что-то какие-то для социальных таких предприятий в том же Израиле? Да, в Израиле есть. Да, что вот при разработке нашего закона Министерство благосостояния вот думает как-то об этом, скажем, о налоговых льготах, в какую сторону, может быть, эти мысли направлены? И вот у меня еще опасения, не будет ли это как с микропредприятиями, которые сначала всем тут разрешили делать, а теперь говорят, что они социально безответственные, потому что их сотрудники, значит, не могут быть обеспечены определенными налогами и так далее, не могут себе на пенсию заработать. И, в общем, все идет к тому, что, в принципе, задушит этот микропредприятие этим. Да, наверное, за чиновников Минблага я ответить не смогу. Не, ну, по своим ощущениям, может быть, да. Есть такие действительно опасения, потому что мы все видим, что с течением времени как бы какая-то позитивная идея, как с теми же микропредприятиями, вдруг превращается в негативную, опять-таки. И мой опыт, как опыт работы с общественной организацией до сих пор, говорит о том, что даже если ты получаешь поддержку из еврофондов, допустим, ты все равно платишь те же самые хорошие, большие налоги, которые платят все любые другие предприятия. Например, если ты нанимаешь на какие-то 9 или 12 месяцев сотрудника, который будет руководить проектом, например, то с его зарплаты идут все те же огромные налоги. То есть ты обратно отдаешь государству большую часть практически денег, и человеку остается какая-то символическая зарплата, допустим. Вот этот порядок, я считаю, нужно менять. И, безусловно, мы не против того, чтобы платить налоги, но мы за то, чтобы потом что-то получать за них. Есть у нас звонок. Пожалуйста, надевайте наушники. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. А, еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо за разъяснение по глютену. Что-то у вас со связью, да. Перезвоните нам еще раз. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы поговорить на вашу тему. Пишут нам в видеочате, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. Зарабатывать на социально слабом слой или зарабатывать с его помощью. Есть разница в этом? Ирина. Ну, наверное, если мы говорим о разнице, есть ли цель социального бизнеса помочь бедным и обездоленным и больным? Вот эти люди как-то с недоверием. Вы считаете, что вы зарабатываете как раз на социально незащищенных? Нет, это не совсем. Что интересно, что вот, скажем так, все недовольство, ну, допустим, людей обрушивается на тех, кто вот действительно называет себя социальным предприятием. То, что на таких же людях зарабатывают другие предприятия, ну, каждый день, да, магазины там и так далее, то есть это как бы так нормально. А если, ну, вот, получается так, что компания себя называет социальной, то значит, она уже, так сказать, вышла из сумрака, да, и из тени, и, соответственно, уже можно… Я просто хочу сказать на примере Луда, да, который до сих пор является предприятием, которое не зарабатывает, к сожалению, то есть люди, которые создали Луда, они не зарабатывают сами, но зарабатывают их работники, и это самое главное. То есть есть… Ну, людям-то, которые создали Луда, тоже должен быть какой-то интерес, ну, это же логично, или это чисто их вот… Или мароккорды, да, уникально. У них был интерес, что там работают их мамы, это было их первое интересное. Да, это было их интересное. По-моему, это замечательная идея. Да. 6, 7, 2, 12, 9, 9, 6, 7, 2, 13, 9. Видите, я почему замолчала, подумала, что прокомментирует, может быть, Ирина, мы немножко тут прервались. Да, может быть, если можно добавить вот по этому вопросу. Не далее, как вчера, я разговаривала с руководством одного очень крупного пищевого, предприятия, у них сеть ресторанов в Риге, и мы говорили об их социальной ответственности, если они введут в меню безглютеновые блюда. К вам тогда смогут приходить люди, больные, целяки, которые никуда из дома не выходят, говорю я. Первый вопрос, который возникает у руководителей, а сколько мы будем зарабатывать, какую цену нам поставить на эти блюда, и какова себестоимость, и так далее. То есть, всё-таки бизнес, чистый бизнес, думает всё равно первым делом о прибыли, и очень тяжело заставить их подумать также и о каком-то благе, которое можно принести другим. Ну да, но с другой стороны, наверное, к этому нужно прийти постепенно, потому что люди сначала, наверное, как-то должны думать о своём собственном выживании, потому что если у них будет не на что есть и кормить их детей, то вряд ли они могут с успехом помочь кому-то другому, или могут. Безусловно, те люди, которые делают социальные предприятия, им надо выживать. И это цель, которую мы хотим тоже научить в нашей программе. Но в большинстве случаев у этих людей есть дополнительный заработок. Во всяком случае в Латвии, за границей есть примеры. А вот эти социальные проекты, это уже как благотворительность всё-таки? Ну, это не совсем благотворительность, как я уже сказала. То есть со временем, например, в том же Маму, это бизнес, который уже зарабатывает. То есть цель, что через 2-3 года начнётся... Да, но сначала это был вот именно такой не бизнес, а вот, можно сказать, клуб по интересам. Так можно сказать. Для того, чтобы кого-то устроить, занять, может быть. Ну, может, кажется, какой-то моральный стимул, чувство, что вот я делаю доброе дело, и прочее, особо так у нас не играет, да, в Латвии, в нашем бизнесе. Но становится, мне кажется, этот вопрос уже... То есть для того, чтобы люди занялись у нас, ну, скажем так, где-то благотворительностью, всё равно их нужно чем-то заинтересовать, там, скидкой на налоги или ещё чем-то. То есть просто так, вот, добро готовы делать люди или нет? Просто так, да. Вы знаете, у нас был вчера день открытых дверей нашего проекта, и было очень много заинтересованных людей. Оказывается, такие люди есть, и у них есть идеи, и они, наверное, не знают, куда идти и что с этим делать. И наша цель таким людям – помочь. То есть я верю, что такие люди есть, и я с ними уже знакома. Они появляются, большинство из них, может быть, молчат, потому что, как вы сказали, то есть людям надо что-то есть, зарабатывать, но надо всё-таки разделять благотворительность и социальный бизнес. Это разные вещи. В Латвии проблема такая, что или мы идём в одну сторону, да, то есть благотворительность, или только зарабатывать. И надо найти-то вот золотую середину между тем и другим. Есть звонок у нас, надевайте наушники, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот вопрос, потому что только что рассказал как раз ваш... Гостя. ...человек, который раз в гости, да. Момент такой, значит, она обратилась к каким-то пищевикам с такой просьбой, что вот безглютеновые блюда сделать. А почему она собирается быть, скажем так, каким-то посредником просто выступать? Почему на базе возможностей, тем более, если оформлять это всё официально, с какими-то преимуществами для такого социального предприятия по налогам? Почему не заниматься вам закупкой этих безглютеновых продуктов самим и распространять их, не делать бы это, значит, и распространять напрямую тем же инвалидам или людям, кому нужны, кстати. Что интересно, безглютеновые блюда, они важны не только тем, кто болеет какими-то... После 45 лет вообще глютен вреден. Это я вот недавно сам слышал в одной из российских передач, касающихся здоровья. Почему не заниматься вам напрямую? Да, мы поняли ваш вопрос. Спасибо. Извините, у нас просто время уже истекает. Да, спасибо большое за идею. Мы над этой идеей, конечно же, тоже думали. И мы знаем особенности этого рынка. На данном этапе те ресурсы, которыми обладаем мы, позволяют делать то, что мы можем. То есть посредничать, по сути дела. Предложить кому-то вот такую возможность привезти сюда продукты, их там приготовить. Ну, опять-таки, название это Gluten Free Experts. Мы объединяем команду профессионалов и экспертов в этом деле. Это больше, наверное, услуги консалтинга. И мы действительно являемся независимыми экспертами, незаинтересованными не в какой-то чистой прибыли, а в распространении знаний и достоверной информации по этой проблеме. Но, как я понял, никаких льгот, налогов, о которых, как я говорил, артеслушатель, нет ведь? Есть детское пособие по целиакии, например. Надевайте наушники еще, звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот, допустим, если брать пример ресторана, кто будет контролировать, что они действительно делают безглютеновое блюдо, пищу? И еще вопрос. Вы когда говорите, допустим, заинтересованным фирмой ресторанов, ведь для них же это все равно, это скорее маркетинговый ход, а не забота о здоровье людей. В первую очередь, он посчитает, сколько людей будет приходить, сколько будет кушать. А повесить табличку «глюцент-фри» – наверное, круто. Вот какие мотивации вы используете для того, чтобы людям предложить делать такой продукт? Спасибо. Прежде чем они начнут делать такой продукт, они должны ознакомиться со всеми требованиями. Эти требования непростые. Это действительно большая ответственность, и технолог или повар, шеф-повар в таком ресторане должны очень-очень много знать, узнать, пройти обучение, мы это можем обеспечить. Знать, например, европейское законодательство на эту тему, знать о том, что 20 миллиграмм на килограмм, допустим, та же самая норма глютена, знать все гигиенические и санитарные требования. А проверяет это кто? Проверяет это сертифицированный аудитор. Ваш? Да, наш. Но также есть возможность, во-первых, делать случайные лабораторные анализы, то есть случайная выборка продукта. Мы берем пробу, так сказать, слепым методом, не предупреждая об этом заведение, и направляем в сертифицированную тоже независимую лабораторию, есть там глютен или нет. И также наша ПВД, так сказать, продовольственная ветеринарная служба. То есть табличку надо еще заслужить, чтобы повесить. Еще вопрос, наверное, Диане спрашивают, есть же еще фабрики или были, где работают инвалиды, в том числе слепые или глухие, это тоже ваш клиент? Или они сами развелись? Или это с советских времен на следе еще? Или их уже нет? Клиенты, это так очень громко сказано, у нас не клиенты, у нас люди, которым мы помогаем продвинуть свой бизнес. Да, есть такие предприятия, но это не наши выпускники, некоторые из них, например, будут в следующем году, вероятно, у нас обучаться. И мы приветствуем всех, еще до 25 февраля запись идет к нам на программу, и мы надеемся, что такие предприятия будут в Латвии. Здесь мы могут узнать, записаться, как чему. Я так понимаю, что в интернете есть какие-то возможности? Да, в интернете, на страничке Фейсбука, да, можно звонить. Программа называется New Door Riga, так что ищите, спасибо нашим гостям сегодняшним, Диана Лапкис, директор программы New Door Riga, и Ирина Рубинчик, выпускница этой программы, руководитель организации Gluten Free Expert, представитель как раз-таки того самого социального бизнеса, о котором мы говорили на протяжении этого часа. И еще поговорим. Спасибо нашим гостям, спасибо и до свидания.